Не пропусти крупный розыгрыш голды. Всё, что требуется, это перейти по ссылочке в описании, репостнуть новость, вступить в группу, подписаться на канал на ютубе, подписаться на твич и ждать 25 февраля. Заинтересовал? Тогда ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам замечательный бой на ПТСАУ 10 уровня Ягдпанзер Е100. Кто знает, я сейчас активно прокачиваю эту ветку, ну совсем немного там опыта осталось на Ягдтигре, потом ещё подфармить, и скоро эта ПТСАУ окажется у меня в ангаре. Долгое время я хотел её заполучить, и вот этот момент скоро настанет. Но недавно я прочитал интересную новость, которая, честно говоря, меня шокировала. И новость заключается в том, что на европейском сервере европейские разработчики проговорились о том, что Ягдпанзер Е100 могут понерфить. Да-да, вы меня слышали, действительно, эту ПТСАУ хотят зачем-то понерфить. Кстати, немножечко обратите внимание на этот момент, где Яга столкнул своего светляка под врагов. Но это, конечно, очень плохо, и я такое не поддерживаю. Но в какой-то степени светляк тоже виноват, он действовал крайне глупо, и непонятно, зачем вообще мы сюда поехали. Ну, в общем, чё же хотят понерфить разработчики этой ПТСАУ? Казалось бы, Ягдпанзер Е100 это довольно сбалансированная ПТСАУ. Кто-то, наверное, скажет, что у неё огромные альфа, там пробития огромные. Ну да, а вы знаете, сколько у неё недостатков? Яга, она во многих моментах вообще ничего не в состоянии сделать противнику. Заходит какой-то более-менее быстрый танк, даже ИС-3 может зайти в борт или в корму, и всё. У тебя конец, он тебя разберёт, а ты ничего сделать не сможешь. К тому же, бронирование Яги не самое лучшее. Да, там есть броня, но из-за вот этих вот больших уязвимых зон, НЛД, например, или щёки-рубки, пробить Ягу не составляет труда. Я уж даже не говорю про борта, которые вообще пробиваются без проблем, ну, более-менее нормальными орудиями. Так что у Яги много недостатков, она страдает от арты, она страдает от быстрых танков, и далеко не всегда она может нагнуть. Ну, иногда может, когда подходящие есть условия, когда можно реализовать альфу. Но это далеко не просто. И на Яге, чтобы набить много урона, конечно, прямо потеть, как на СТ-шке, может быть, и не нужно. Но, тем не менее, далеко не всегда есть подходящие условия нагиба. Ну, и что же хотят понерфить? Я уже как-то немножечко упустил эту тему. Дело в том, что хотят понерфить пробитие и урон. То есть, хотят лишить Ягу того, чего, в общем-то, в ней есть особенного. Ее особенность хотят забрать. Честно говоря, меня это просто нерядно бесит. То есть, у нас в игре, на самом деле, ну, не так уж и много уникальных танков. Многие танки, особенно в последнее время, выходят совершенно одинаковыми кулонами и так далее. В общем, ничего особенного в них нету. И убирать, в общем-то, такие вот явные плюсы у машин уникальных, это значит убивать их. И тем самым еще меньше будет ПТ-САУ и танков, на которых есть что-то уникальное и интересное. Так что я не вижу вообще смысла убирать Альфу у Яги и пробитие. Так как, в общем-то, она химба и из-за этой Альфы, которая у нее есть, она не прямо там всех разрывает в каждом бою далеко. Это не так, и Яга частенько страдает. И кто играл на ней, тот это подтвердит. Да, она может нагибать, но не всегда. Самое интересное, что многие игроки с европейского сервера были крайне недовольны таким решением. И я их полностью поддерживаю и понимаю, почему, в общем-то, тут нужно взбунтоваться. Потому что нервить такую машину уникальную, это значит убивать ее геймплей. Это значит убирать еще одну уникальную машину, которая действительно интересна в геймплей. При этом она хорошо сбалансирована. То есть у нее есть и явные недостатки. Это не имба. И при этом есть явный плюс. И мне, честно говоря, очень жалко слышать такие вот, в общем-то, выводы разработчиков, что типа альфа как-то рушит баланс на Яге. Конечно, на некоторых танках может быть альфа и действительно лишняя. Хотя после нерпа всех потасов, как по мне, в основном нет каких-то танков, которые прям бесят своей альфой. А той же Яге, чтобы получить, нужно постараться, нужно прям на нее выехать, потому что маскировки у нее нету, она постоянно светится. Ну или ты должен выехать там на какую-то открытую местность. Если она там, Яга, где-то где-то находится, она по тебе попадет, конечно. Но, в общем, это нужно самому подставиться под такую альфу, как правило. И Ягу на самом деле разобрать несложно. И для этого достаточно всего лишь зайти в борт, и все, можно сказать, она уже повержена. Ну и давайте посмотрим этот бой до конца, потому что он весьма увлекательный. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нерфа Яги. Я очень надеюсь, что эта новость, скажем так, не совсем точная, что разработчики только думают о том, чтобы понерфить альфу Яги. И надеюсь, что они одумаются и такого делать не будут, потому что лично я этого вообще не понимаю. Что дальше там будут нерфить альфу Ястову, которого там тоже вообще куча недостатков. Посмотрим. И, как вы можете видеть, игрок весьма грамотно тащил этот бой. Я его не комментировал, но вы сами могли все видеть замечательно. Меня просто взбесило то, что хотят сделать с Ягой. И я так долго качаю танки, что когда я уже докачиваюсь, до них их уже нерфит в хлам. Ну, постоянно так, только я там начинаю качать, ну, все говорят, ну, давай, прокачаю, будешь радоваться, нагибать. Я качаю, качаю полгода ветку, и потом в итоге десятку нерфят просто в хлам, что на ней потом играть невозможно. И так постоянно. Какой смысл качать танки, если потом их в хлам просто занерфят? Вот лично мое такое мнение. Ну, и, в общем, остается тут игроку уничтожить только артиллерию. Вот она стоит, она мажет, ну, и тут уже бой решен. Это победа, и игрок весьма грамотно действовал. Как-то у меня просто из головы вылетело. Забыл сказать, что ее, конечно, понерфить хотят, но дадут ей там более комфортное орудие. Ну, что-то типа того. То есть, может быть, точность улучшит, стабилизацию. Но, как по мне, это, в общем-то, все равно убьет эту ПТ-САУ и лишит ее уникальности. После чего играть на ней будет уже не так весело. И еще один уникальный агрегат пропадет у нас в игре. Ну, вот такое лично мое мнение. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.